Время, которое пойдет речь, это критический период становления ревизионной мысли и вообще становления Европы, период поздней античности, который принято отсчитывать от христианизации империи, то есть от начала IV века. Многие заканчивают этот период эпоху становления ислама. Таким образом, границы поздней античности определяют события сугубо ревизионные. И действительно, даже если мы не будем заканчивать периодом становления ислама, очень важную роль, ключевую роль в событиях социально-политической истории поздней античности приобретают вопросы культового характера. Европа переходит к монотеистическому миру. и у этого мира, именно в пользу не античности, есть целый ряд характеристик, которые имеют отношение именно к религиозной области. Это мир, с одной стороны, мультикультурный, где существуют самые разнообразные культурные общности, а с другой стороны, это мир, который сталкивается с религиозным насилием, раздвинением, менее характерным для предшествующей эпохи. В мире поздней античности происходит постепенно становление этнической идентичности, когда народ ощущает себя как народ, даже выходя за пределы своей первоначальной естественной этнической территории. И одна из характеристик такого народа – это его родовые боги. Потому что боги в античном мире имеют личный характер. Боги принадлежат каждому народу. Религия не набирается, она наследуется. Человек исповедует ту религию, которую он унаследовал от своих родителей. Это дает ему определенный устойчивый мир, и это совершенно не мешает его какой-то интеллектуальной свободе, и даже в определенной степени религиозной свободе. Потому что он может одновременно следовать каким-то местным культам, то есть поклоняться богам данной территории, участвовать в культе императора – это обязательно. Учитать римские государственные боги – это тоже обязательно. Следовать учения какой-нибудь философской школы – это необязательно, но это звучание популярно. И участвовать в мистериях, если он ищет какого-то оригинального мистического опыта. И все это возможно одновременно. И никакой проблемы с этим нет. И единственные строгие границы, которые накладывают на него законодательство – это запрет человеческих жертвоприношений. Но поскольку в этом мире, в общем, более или менее определены те этносы, которые там существуют, и те религии, которые там существуют, к новым религиям это общество относится с определенным подозрением. Но главное, чтобы человек не выходил за рамки существующего законодательства, и ортодоксия, то есть правильной мысли, правильного единомыслия власти не требуют. Они требуют ортопраксии, то есть правильного поведения, правильного исповедования религии. Главное, чтобы сохранялся порядок. Религиозная свобода не значит, что религию можно менять. Переход из одной религии в другую представляет большую проблему. Потому что то, что в античном мире называют знамуженностью, латинский термин «пиетас» или греческий термин «бефсепия» – это и есть соблюдение обычаев предков. То есть религия, которую вы наследовали от предков, это ваша религия. Но это не значит, что ваша религия, она более или менее правильная, чем моя религия. Все боги сосуществуют. Они все могут навредить. У них у всех есть определенная сила, и у всех их нужно уважать. Есть родовые боги, которые вы наследовали от своих родителей, есть и местные боги, которые действуют в том регионе, в котором вы обитаете. И им тоже надо относиться с уважением. Потому что если вы здесь живете, то, пожалуйста, не обижайте местных богов, они имеют власть над вами только. Просто вот по поводу вашего преживания здесь. И такую ситуацию уважают все, те, кто населял античные места, в том числе и евреи. И евреи тоже уважают местных богов и христиантов, и тоже все время боятся действия и заставивая богов. Примеры почитания местных богов мы находим в целом ряде позднеантичных источников. Вот в данном случае пример из так называемой истории августа, составленной в конце четвертого века. Это вымышленное письмо, но поскольку это вымышленное в конце четвертого века, мы можем делать с определенной уверенностью выводы о том, какую ситуацию они отражают, а отражают они ситуацию такого большого любезного, если не синтетизма, то сосуществования. Здесь те, кто почитает Сираписа, оказываются христианами, поклонниками Сираписа оказываются те, кто называет его епископами Христа. Здесь нет ни одного иудейского архисиногома, ни одного синтетянина, ни одного священного, которые при этом астрологами не имеют никакого значения. То есть люди, которые не доступно раздражают эти керевики, они профессионально раздражают эти керевики, как христианское священие, или иудейский архисиногом, так называли «глав еврейских общин» в латинских источниках, которые при этом соблюдают какие-то местные обряды. И дальше, самое забавное, что, когда в Европе прибывает сам патриарх, то один заставляет его поклоняться Сирапису, и другим – Христу. Патриархом в этом тексте именуется тот, кого его источники эрганистические и еврейские называют «Носи» князю, главой еврейских общин и подчиняющимся и других еврейских общин, того, кто собирает с евреев всего римского мира налог на свое содержание. Правда, в конце IV века с этим налогом не существует очень большой проблемы, его переводят в пользу императорской казны, но, тем не менее, «Носи» – это лицо уважаемое, и это такой официальный глава всего еврейского мира. И вот одни заставляют его поклоняться Сирапису, другим – Христу, а он, судя по тому, что написано в этом тексте, не особенно даже сопротивляется, потому что один бог в Индии, его чтят и христиане, и индеи, и все племена. Как бы было хорошо, если правы у города были лучше. Письмо это описывает ситуацию, которую Адриан Август правил в первой половине II века, но понятно, что текст составлен, исходя из ситуации, существующей именно в конце 4-го века. И если «Носи» у нас поклоняется Сирапису и Христу, то язычники не чураются быть патронами синагог. И в целом ряде источников увековечены имена язычников, которые строят синагоги, или ремонтируют синагоги, или выступают спонсорами геройской благотворительности, участвуют в молитвах и праздниках. И у нас есть, например, такие памятные плашки, которые вешались в синагогах, или там память с надписью, память об этих людях, которые свои усилия, свои деньги, пускали на пользу еврейской общине. Так некая Юлия Силера, жрица императорского пульта, построила синагогу на свои деньги. Она хоть и жрица императорского пульта, но существующий рядом с ней еврейский пульт тоже считает необходимым поддерживать. другая дама, по имени Капитолина, оплатила мозаику синагоги. И Капитолина, правда, принадлежала к секте боящихся бога высочайшего, но это такая секта иудействующая, не еврейская, но вполне иудействующая. Главное, что мы учим из всех этих источников, из всех этих лагерей, потому что чужие боги, те, которыми вы сами не поклоняетесь, они тем не менее существуют. И главная проблема евреи в контексте этого позиантичного времена, что они не хотят этим чужим богам служить. И даже находясь в Египте, их не всегда легко заставить служить в Сирапису, и где бы они не находили, у них есть проблемы с служением чужим богам и отправлением в пульты императоров. О язычестве, у бональдерческих религий хронистические источники рассуждают довольно пространно, и казалось бы, в принципе, все просто. Если у Израиля есть какие-то постоянные отношения с Богом, то эти отношения не всегда простые, и Бог не не является. Но у язычников, по крайней мере, нет никаких. И в органистических религиях рекомендации о том, как людей по отношению к идеологиям и юридическим языкам сильно зависит от того, как любые идеи в гипердиозно-этический характер определи конкретные общины. Честно, есть ответы универсальных религийцев о запрете внутренних отношениях, которые считают индивиду поохлонниками. Дальше уже начинается назначение по поводу того, какой мы уже не считаете индивидуопохлонницей, а какие не считаете. Но ответы, которые не являются индивидуопохлонством, они запрещены. И евреям запрещаются даже экономические деловые контакты с язычниками, которые считают настоящими И запрещены эти отношения даже не потому, что язычник умеет увлечь евреев в свою веру и в свою практику, а в том, чтобы евреев вообще не заподозривали в вызывании одобряющей практики. «Еврею не дозволяется», написано в нишне, «ходить с караваном, оказывающимся на поклонение, ни при каких условиях, зажить болезненько перед ростомниками или перед своим духом». Это зазолено какое-то языческое служение. «И высказаны, не идите за иными богами». Такого рода распоряжений, такого рода норм полно в арминистической литературе, как палестинской, так и в эволуанской, но нас больше интересует перескать, потому что это традиция вседезиноморская, затронута этой самой кузнеотичной цивилизацией. При этом среди раввинов находятся те, которые считают, что имени еврея могут быть праведниками. И у праведников всех народов есть доля в грядущей мира. И для того, чтобы отделить праведных книги от неправедных, развивается доктрина о семи заповедях сыновей Ноем. Из книги «Бытия» мы знаем, что Бог заключил с Ноем после потопа «Миль и завет», знамение которого становится радуга. И в книге «Бытия» упоминается только два запрета, которые Ной и его потомки обязуются не нарушать со своей стороны этого завета, этого союза. Это убийство живых людей и поедание живых животных. Там сказано, что все движущееся, что живет, будет вам пищу, только плоть и с душой ее, с кровью ее не ешьте. И дальше по убийству «Я взащищу вашу кровь от всякого зверя, взащищу душу человека от любви человека. Кто пройдет кровь человеческую, того кровь пройдет свой боль человека, либо человек создан по образу божьему». На этом библейские источники заканчивают свое описание заветными между Ноем и его потомками. Ирвинистические источники с этого места продолжают. Больше всего информации о запрете в сценариях Нояда содержится в карте «Санхидрина» в 56-ом месте. И так перечисляются семь запреди, которые эти самые сценария Нояда должны соблюдать для того, чтобы считаться правильными. Ирвинистические источниками. Первая запреть о запрете идолопоклонства, то есть фактического поклонения, принесения жертв каким-то истуканам, поганым игрушкам. Второй запрет – это богохульство, то есть не поклоняясь своим идолам, они должны также с уважением относиться к Это традиционное библейское убийство. Четвертое – это ряд сексуальных преступлений, от инцеста до измены супругу. Пятая заповедь – это воровство. Шестая, опять же, гиблейское – отрывание кусков от живых животных. Это не что-то ужасное, когда человек расставит себе живое животное и начинается его вне вермать. Это что-нибудь ради поеданию устрации, потому что они вполне себе живые, когда их нельзя. И последняя заповедь, она, в отличие от шести предыдущих, не негативная. Она не просто, о чем не надо делать, а то, что надо делать. Надо устраивать суды, в которых праведники будут судить ненужители. И, выполняя эти семь заповедей Сеновейноевых, иноверец неявлей может считаться праведником и удостоиться долей грядущей миры. Если бы все народы могли соблюдать заповеди Сеновейноевых так, как следует, то они могли бы удостоиться и дрования Тора, но, к сожалению, праведников следили гораздо меньше, чем грешников, поэтому Тора не удостоились, поэтому они не удостоились. При этом для язычников открыт переход в Удалиде, но мотивом перехода в Удалиде всегда должно быть духовное возвышение. И вот в потенциальных фразелитах геров всегда ждут, что это не только духовное возвышение, и возьмут на себя обязательства окончательные или споворотные, потому что обращения на Удалиде обратно в силу не имеет. И на геров, так же как и на природных евреев, распространяется универсальный принцип, несмотря на то, что он совершил, он все равно остается евреем. Этот принцип говорит, что разжаловать из евреев человека нельзя. Какие бы ужасные факты он не совершал, он все равно остается евреем. И эта концепция вполне укладывается в кодиантичное представление о родовом боже. То есть, если ты подчиняешься к какому-то богу, если это какому-то богу, если это бог твоего рода, то выйти из подчинения никаких способов от тебя не может. Языческие религии, так же как и удаизм, объединяют родичей, объединяют членов одного народа, и та религия, которая выступает против этой теории – это христианство. Потому что христиане конструируют в себе некий суперэтнос, наднарод, особый род, генос, который состоит из членов разных народов, и на самом деле у них есть даже определенные основания для этого в античной традиции. Потому что, как мы все хорошо помним из детской книжки «Вегенды Белой Греции», помимо богов верховных существует огромное количество богов более низкого уровня. Боги вступают в какие-то отношения между собой, они имеют пол, они имеют детей, и дети становятся пол-богами, которые тоже имеют какую-то единическую локальную специализацию. В этих рамках верховное божество не может быть эпическим богом. А вот концепция бога-человека, концепция Христа, в принципе, вписывается. Бог выше породил сына, который является низшим богом. Бог Израиля учит христиане – это логос до воплощения. То есть, в принципе, этнические границы остаются на месте, и апостол Павел, человек, который сформировал христианскую религию, сохраняет различия между христианами из иудеев и христианами из язычников. И его отношения с языческими богами довольно реальны для него и довольно важны. Во-первых, он сам действует в языческом окружении, в условиях господства языческого сознания. Отсюда вот эта вот дивная ситуация, описанная в «Деяниях апостолов», о том, как его с Фарнабой приняли за Зерса и Гермеса, потому что Фарнаб был крупным, бородатым представителем, а Павел был шустрый и разговаривал много, начальствовал в слове. Павел – монотеист, безусловно, монотеист в античном понимании. То есть, его единый бог – он самый главный бог, он выше всех. Но это не значит, что других бог вообще не существует. Это не совсем тот тип монотеизма, который мы знаем по более позднему времени. Павлу не нравятся другие боги, он выступает против их почитания, но полностью их игнорировать он не может. Есть, потому что много так называемых богов на небе и на земле, так есть много, так как есть много богов, и Господь много. Жертвы язычники приносят бесам, а не богу. Но эти бесы – это какие-то вражеские боги. Античный монотеизм, он про иерархию божественной сферы, потому что она реализованная, а не совсем про то, кем она населена, эта божественная сфера. В ней живет не один бог, в ней есть еще какие-то нежелегисты. Уверенность Павла в «Стоять и ходить на бога» имеет такой апокалиптический характер, перед именем Иисуса преклонится всякое колено небесных земных и преисподних. То есть эти небесных земных и преисподних, их существует много разного, есть всякое начальство, всякая власть их сила. Принято считать, что причиной преследования ранних христиан служило как бы то, что их религия незаконна. На самом деле, религии так же законны, как и все остальные, все воли существуют под опекой императора, императорского пункта и центрального правительства. В христианстве такая же разрешенная религия, такая же религию есть, как и, например, у дайвих. Но в христианстве есть нечто ненормальное. И это ненормальное то, что его последователи не исповедуют религию отцов. Если речь не идет об удел христиан, которые как раз не исповедуют религию отцов, просто ее несколько лет не изменяют. Христиане, в принципе, так же, как и евреи, вслед за евреями, вслед за своей материнской религии, освобождены от императорского культа. Но у них, так же, как у евреев, существует проблема отказа подчиниться власти и отказа подчиниться власти на культу, оскорбление императорских богов, нелояльность государству, которое выражается в нежелании приносить жертвы и хотя бы просто оказывает уважение римским богам. И христиане из ундеев, у них есть официальное разрешение имперским богам не поклоняться, потому что это особое разрешение данных представителей император, но для христиан из язычников это проблема, потому что если они не поклоняются своими родовым богам, то родовым богам будет не хватать уважения и поклонения, и равновесие нарушится, и эти боги не могут отомстить. Первые гонения на христиан относятся к 64-му году правления императора Нерона, но до середины 3-го века все гонения на христиан локальные и как общее бедствие всем христианским мирам не воспринимают. Первые крупные масштабные гонения на христиан по всей империи и первый всплеск мученичества относятся к середине 3-го века, к 249-250-му году, это так называемые децеевы гонения, когда возникает более-менее масштабное христианское мученичество. В христианских традиционных источниках и в последующих хрониках исторических христианских мы читаем о сонмах мучеников, но более близких аналогически. не менее акадоксальный церковный автор Ориен в 325-м году пишет, что мучеников легко сосчитать. Если это легко сосчитать, их, видимо, не очень много. Децеевы гонения в середине 3-го века вызваны проблемами политического и социального характера, существующего по всей империи, частой сменяемостью императора, политической постабильностью, постоянной гражданской войной, то, что со времен немецких историков-позитивистов, со времен Бонзона, могли бы называть кризисом 3-го века. Децеев пытается урегулировать эту ситуацию с помощью урегулирования культовой жизни, урегулировать почести, которые возносят различных богат, чтобы никто из них не гневался, чтобы государство было в безопасности. И все жители империи должны были засвидетельствовать, что они поклоняются имперским богам. Римские боги – это боги всех жителей империи. На каком основании? На том основании, что с 212-го года все без исключения и жителей империи свободного статуса приобретают римское гражданство. И диктом императора Каракалы, где бы они ни жили, все свободные люди приобретают римское гражданство. Это значит, что если Рим – их общая родина, как написано в римских законах, значит римские боги – это их общие боги. Вот, значит, в рамках какой-то собственной нестабильностью Децей издает распоряжение о том, что все жители империи должны засвидетельствовать, что они поклоняются римским богам и получить документ в обмен на это такое удостоверение, которое называется «Либелос», где сказано, что человек совершил женство-приношение. Вот у нас даже сохранился в Египте, потому что на сухом и благоприятном климате, сохранился такой документ, вот его образец, так сказать, на вас, то есть на вашей карте, и там настоящая сделка для рассказа, что его держатель предназначен жертву римским богам. Предучительным стандартным служат евреи, а христиане не служат. И христиане тоже, как и евреи, внезапно отказываются в их руководительных богах в праве собственных. И поэтому тот же Децей Барканини, христиан, и евреи, имеют преимущество перед христианами и звездочниками, потому что у них есть особое разрешение на империйском боженом руководителе, полученное еще от императора Августа в самом начале христианства. Децепт. Но в этой христианстве есть удивительная информация о том, что христианам предлагалось ввести вандеризм, а потом христианские, потому что, если их принят евреи, и соответственно, они ввести себя в евреи, тогда никаких проблем с ними не будет имперским богам поклоняться имена. Нововведение Децея, чем он, собственно, отличался от всех остальных, состоит не в том, что он требовал всех уважения и поклонения отечественным богам, а в бюрократизации этой процедуры, в том, что он первым придумал выдавать вот такой лебедус, и он первым придумал наказание для нас послушников. Мы знаем эти события под именем гонения христиан. Но на самом деле христиане не были основными мишенами. И христианские мученики и страдалицы – это такой побочный эффект. И дикт в той же мере направлен против многочисленных пифагорейцев, герметиков и других групп, которые отказывались от служения своим родовым отечественным богам и переходили к духовным практикам. Но, тем не менее, для христиан и для христианства – это очень важное событие для целевых гонений, которое помогло им сформироваться как самостоятельная новая религия и сформироваться благодаря распространению мученичества. Потому что мученичество, как ничто иное, формирует общину извне. Теперь не только сами христиане знают, что они христиане, но и все окружающие видят, кто такие христиане. Христиане – это те, кто готов пойти на смерть, лишь бы не выполнить закон. Мученики христианские уподобляются мученикам новозаветным. В сочинениях Гория Мазианзина, более поздних, правда, но, тем не менее, вполне таких основополагающих, Стефан, первый из христианских мучеников, о котором рассказывают еще о деянии апостолов, приравнивается к мученичеству макавеев. Еврейское мученичество, макавейское вводится в христианский контекст. Постепенно мученичество получает литературное обравление, возникает жития. Враждебные действия языческих властей – это такое стандартное начало для мученической истории, для множества жителей, в финале которых христиане предпочитают умереть. И подробнейшим образом там описываются сцены пыток, сцены казни. Перед смертью такой святой мученик обязательно произносит небольшую речь об исповедании своей веры. В житиях появляется визионерство, их посещают разные видения. Нелетко в них присутствует эротический элемент. И вообще считается, что некоторые житийные сцены заимствованы из позднеримской фронографической литературы, вроде какой-нибудь святой Агаты, которая пострадала в деце его гонения. Эту девицу за отказ от замужества отправляют в публичный дом. И в результате, в процессе перед казнью, ей отрезают груди. И в иконографии она изображается как тарелочка. Или какая-нибудь святая Агнеса, мученичество которой приходится нам в следующий период гонения, в видеоклетиального гонения, начало четвертого века. Ее ногой волокут через весь город, и у нее чудесным образом отрастают волосы, так что ее никто не видит, ее доносят до публичного дома. А там всякие, кто пытается ее покуситься, поражен слепотой. И в таких историях, поскольку мучеников их, как сказано в одной средневековой хронике, приописываются кузематичные события, пострадали там такой, секоль, пятьдесятый и прочих святых мучеников без счета. Вот мучеников этих без счета, и эти истории формируют группу, формируют в данном случае христианскую идентичность, превращая их в народ. Если раньше это были представители разных народов, которые по каким-то причинам собираются вместе, то теперь, вот мы видим у Евсейки Сарийского, а не народ новый. Но народ не очень многочисленный. Евсей пишет в двадцатые годы четвертого века. В четвертом веке, вот сейчас по нынешним попыткам статистически довольно беспомощным всегда такая историческая статистика, но в общем считается, что христиан в Иберии было семь-десять процентов. То есть их совсем немного. Община пополняется путем обращения. Обращение, может быть, добровольным или примедительным. И это в любом случае нарушение границ идентичности, которое приводит к изменениям реальному или воображаемому, или претворному, ну вот, я человека, внутреннего его содержания, его идентичности. И человек вступает в какой-то принципиально новый мир. Христианство вслед за иудаизм, разоглашаясь, обращение актом необратимым. Идеалом обращения всегда служит такая дорога в Дамаск. То, что произошло с апостолом Павлом, это обязательно желательно, не обязательно, но хотелось бы, чтобы это всегда был такой эмоциональный и интеллектуальный поворот, такой духовный катарсис. Иногда он вызвал вмешательство внешних сил или дискурса. И в христианской теории важно было скрыть тот факт, что далеко не каждое обращение является следствием такого катарсиса, подобного пережитому Павлом или блаженным Акустином. Обращение переживают люди и обращение переживают места. Языческие храмы постепенно превращаются в церкви. Причем довольно часто церковь не строили заново, а трансформировали из уже существующего языческого храма. И такая церковь, она даже лучше чем-то, чем свежепостроенная, потому что у местных жителей сохраняется представление о том, что это место святое, отсюда эффективно общаться с Богом, и то, что Бог принял имя, в данном случае менее значимо. Обращение империи было не очень ровным, на его пути были и препятствия, одним из которых было правление императора Георгана наступника, недолгое трехлетнее правление, вполне законного наследника императорского престола, родного племянника императора Константина, который отказывается, пытается отказаться от христианства, восстановить язычество, евреи его упоминают, потому что он, якобы, обещал восстановить храм. Несмотря на краткость этого эпизода, влияние его больше, чем кажется. Еще через три поколения о Юлиане вспоминал Кирилл Александрийский, который считал необходимым с ним полемизироваться. И Кирилл Александрийский пишет, что он пошатнул веру многих. Борьбу с язычеством, тем не менее, по мнению официальной церкви следует проводить осторожно. В борьбе с язычеством участвовали многие иерархи христианской церкви, в том числе японский епископ Августин Аврелий, который выступил в Карфагене, когда там местные христиане обсуждали, что можно делать со статуей Геракхова. Там язычники хотели позолотить ей бороду, а христиане говорили, что нечего казенные деньги растрачивать, потому что это все, естественно, происходило на средства городского бюджета, а надо сделать статую снести. И попытались, значит, ее снести силой, и Августин доступил в том жанре, в котором он имел лучше всего, откроет у нас проповедь. И в этой проповеди он пытается удержать их от этого акта и говорит, что многие язычники, даже физические мерзости, то есть вот эти самые идолы, в своих поместьях. Но мы не будем сейчас идти и все их свергать, потому что сначала нужно сокрушить идолы в сердцах их, то есть обратить их в христианство. А потом они уже сами разберутся, что делать со статуей. А конкретно по поводу статуи Геракха он говорит, что этим должно заниматься государство после соответствующего расследования. При этом Августин вовсе не был таким внешним аллицем, и в некоторых случаях он насилие оправдывал, но его главными врагами были еретики, донатисты, а вовсе не язычники. Одно из самых длинных своих проповедей, вроде бы двухчасовую, он произнес в канун наступления Нового года 404 года в Парфогене, где долго рассуждал о бессилии Нептуна, Юнона, Вулкана, Меркурия, то есть во все эти годы, я говорю вам, они ничего не могут. Но при этом за два часа он ни разу не призвал христиан пойти свергать идола. Случаи насилия, безусловно, были, но они скорее исключения, которые официально церковью осуждается. То есть все эти драматичности случаев насилия. Более того, язычники, они ведь сами не знали, что они язычники, пока им об этом христиане не сказали. Это самые разные верования и практики, которые между собой не всегда живут дружно. Одним из таких язычников и одним из случаев насилия является история, рассказанная в церковной истории Сократа Схоластика о гибели ученой дамы по имени Ипатия. И мы, вот если прочесть этот фрагмент из источника, мы видим, что авторы к ней относятся, в общем, с уважением. За необыкновенную ее скромность все уважали и удивились ей. И люди с горячими голосами под начальством некоего Петра стащили ее с насилок, умертили черепками, тело сожгли. И это событие, во-первых, оно не вызвано какими-то действиями и патией. Оно вызвано клеветой, что якобы она находится в излишне близких отношениях с префектом города Ареста, а у Ареста был конфликт с местным епископом Александрийским. И якобы она препятствует Аресту войти в другую с Кириллом. Но это клевета, да? Сократ Схоластика считает, что это клевета. И официальная церковь в лице Кирилла Александрийского, в лице местного епископа, это деяние совершенно не одобряет, потому что убийство, распри и и тому подобное, совершенно чуждо мыслящим по духу Христова. Правда, возможно, что не одобряет официальная церковь не в лице Кирилла, а в лице Сократа, который пишет об этом несколько позже, через пару десятилетий, в середине V века. Так что отношения между христианством и язычеством складывались по-разному в официальной позиции на практике. Есть еще и иудаизм. Разделение с ним не менее важно, а идеологически более важно для христианства. И в апостольских посланиях и в деяниях апостолов множество возражений против иудаизма происходит некое переосмысление, ремифологизации иудаизма. Видимо, первые же действия христиантов и самостоятельные вызвали антагонизм среди евреев еще в деяниях апостолов, в истории Стефана и его мучениц, но мы читаем, что мы услышали, как он говорил, что Иисус на заре возружит несколько семей, и перемирит на кучи, которые передал нам Моисей. Христианство действительно переосмысливает. То есть, с одной стороны, наследует на территории Христианства, она эту традицию переосмысливает в ключевых позициях. Переосмысливает храм. Всевышний в рукотворных храмах живет и не останется от этого храма камня на камне. Переосмысливает Тору и ее заповеди, потому что всему человеческий господин субботы, и правильной верой жив будет. Переосмысливает концепцию завета и избранности. В данном случае, видимо, повлияние успехи, которые христианство имело среди язычников и увеличение качества тазелита среди язычников. И это переосмысливает саму концепцию манутилизма, потому что рядом с единым богом внезапно появляется сын, который сидит в одесенном престоле величия на высоте. В обратную сторону говорить сложнее, то есть как евреи относились к христианству, потому что невозможно точно посчитать личные упоминания христианства в европейских источниках, и каждый исследователь видит то, что он хочет увидеть напрямую, а упоминаний – чрезвычайно мало. В реальности богословской теории антихристианской не формируется. Есть встречи реальные между живыми людьми, и есть какое-то обсуждение, но выхода, отражения в регионистической литературе это обсуждение получает мало. Даже если вот все маломайские антихристианские мотивы в регионистической литературе собрать, их все равно будет меньше, чем антииндейской христианской литературы до времени. Народные традиции, народная полемика, формируется постепенно в медрашах, в том, что впоследствии получит обрамление уже в округе Средневековье к IX веку в качестве медраша, известного по нашим Толь-Ток-Кешу. Это такая привестильная история, где в унизительном плече обыгрывается целый ряд евангельских мотивов. Но это не официальная позиция, это вот широкая народная масса. А мудрецы, по-видимому, просто отказываются от христианства и отдаляются от него. В общем, используя несколько расширительное толкование, можно считать, что о христианах говорят те коммунтические цитаты, здесь приведены цитаты из палестинских источников, там, где говорится о неких геретиках, мини. На них накладываются те же ограничения, которые накладываются на пищевые поклонники, нищие пищи с медлитян, нижнего влияния, с эксплуатурой, приносится с христианом, кредитные зажки, с ними запрещено вступать в брак и вообще желательно и не продавать. Например, вот этих самых книг колдовских и свитков, что написано в Тосефте Тракат Шаббат, это так называемые, то есть это кредрослов гельюни, свитки, или часто они называются авонгелайон, нечестивые свитки. Это созвучно греческому слову геламбелия. И вот эти самые свитки и книги геретиков осуждает Тосефта. В то же время появляется в литургических текстах так называемое «Поклятие геретикам» в ежедневной молитве, которая, в принципе, против всех групп геретиков, включая герейских гностиков, включая Иссеи, видимые другие политические группы, но в их числе и христиане. Вообще в руссо-соянском фоноде упоминаются 24 вида ельцев, так что христиане далеко не единственные. Христианство, со своей стороны, довольно быстро отказывается от позитива отставления любой щеки и переходит к насильственным действиям, в том числе и против иудаизма. Это говорит о том, в числе прочего, что еврейская диаспора была достаточно велика и достаточно популярна, чтобы отвлекать потенциальных родителей от епископа. И епископ на местах, то есть в каких-то отдаленных регионах, в данном случае приведенная здесь история произошла в небольшом малайзийском городе Калини, берет инициативу в свои руки и отбирает и сжигает у евреев Синопогу. Евреи города Калиника обратились к императору Феодосию за защитой, император Феодосий воскрытился восстановить Синопогу за счет мест еврейской общины. И тем самым навлек на себя днев епископа Амбросия Медиаланского, то есть сидевшего рядом с ним, в том же самом городе Милане, который Феодосия всячески осуждает и оправдывает наоборот действия епископа, говоря, что перед епископом состоял в том, что его выбор ставится или учеником, или вероотступником, в этом переводе лицемером. Других, возможно, у него нет. Если у него есть Синопога, то почему бы, собственно, ее не сжечь, почему бы не перевонить на многочисленных сторонников монотеизма на свою сторону? Ведь высказываем, что в городе Петидима маленький, и епископ и его пасху страдали от преследований евреев. Он говорит, что евреи ощутили себя в праве преследовать христиан в эпоху Юлиана, память о Юлиане жива еще, и упрекает императора за то, что он судит о происходящем издалека, и предлагает свое посредничество. Но понятно, что его посредничество будет исключительно в стороне христиан, потому что, что больше, следование внешним нормам или хранение богопочитания. Возыскательность должна покориться благоговериям. То есть закон должен отступить перед религией. Закон авторичен по отношению к религии. Он пишет, что якобы евреи, прошу прощения, его богу Юлиану разрушали церкви и потом за них не заплатили. Таким образом, нападение на Синакон – это месть, почему мы должны платить за церковью Синакон, если они разрушали наши церкви. Тут надо признать, что это единственный церкви. Я говорю о том, что времена Юлиана уничтожали церкви, и вполне возможно, что Амбросий Гришев против истины. Но тут, кстати, интересно, какую роль играет этот недолгий эпизод с Юлианом в христианском сознании. Риторическая фигура в анти-людейском институте строится на этом эпизоде. И Амбросий пересказывает конфликт, пересказывает ситуацию таким образом, что оно оказывается анти-людейским, а не анти-христианским. Другая такая любопытная история, связанная с насильственным наслаждением христианства и конфликтами с применением насилия и предъявлением христианства, это христианами описано тем же самым Сократом с Холастиком. Этот фрагмент непосредственно предшествует фрагменту Абубантии. Значит, во-первых, Сократ Холастик в самом начале осуждает любое насилие и говорит, что церковь не виноват. Это просто Александр Исклик, черный, любит возмущение больше всякого дела, черный, и дает ей только повод, как она устремится к нестерпимым злодействам. И в данном случае поводом оказались сами евреи, потому что они сами виноваты, что не удерживают свою паству, и многие из них занимались субботными слушаниями закона, а театральными зрелищами находили на представление некого Плюсуна. И еврейская община обратилась за поступничеством, то есть, видимо, с просьбой запретить выступление этого Плюсуна к префекту александельскому александельскому, этому самому аресту, который, где-то уже не написано, какого он гороскопитания этот арест, но поскольку речь идет о начале пятого века, а он лицо официальное, то он, видимо, все-таки уже христианин, но он прежде всего префект города, который действует в интересах всех жителей города. И только потом уже какие-то его личные представления прекрасно, или о том, как богам поклоняться, тем более, что аресту и прежде было ненавистно владычество епископов, потому что они отнимали много власти от непославленных от царя начальников. Мир поздней античности – это мир с большими проблемами вступили власти. В начале пятого века эти проблемы стоят очень остро, и во многих городах империи действительно власть делилась между префектом города и местным епископом, и нередко это епископ имел больше власти, чем префект. В данном случае Олег заступается, видимо, за евреев, но тут Александрийская черн организуется и пытается выступить. Но опять же непосредственными виновниками насилия являются люди, которые сами первые начали, они начинают погром от продолжения этой главы. Встречавшихся христианами убивают, там такая бакманическая ночь с познавательными знаками. И раздраженный этим злодейством епископ Кирилл Александрийский идет к иудейским синагогам, синагоги отнимает, самих разгоняет из города и имущество отдает народу на разграбление. Александрийский префект, крайне огорченный этим происшествием, доносит об этом царю, потому что он, в первую очередь, префект, и его задача – поддержание мирного сосуществования. Поэтому ему это чрезвычайно неприятно. И несмотря на предложение дружбы, которое Сократ Соластик приписывает Кириллу между ними, возникает непримиримая вражда. Следствием этой вражды, вот это следующее, чем заканчивается эта глава, дальше описывается случай с Эпатии, который таким образом не вызван враждебностью христианскому населения к авторитетным язычникам, а спровоцирован Еврения. То есть это, на самом деле, Еврения виновата в убийстве и партии, потому что именно из-за них арест поссорился с лепистиком Кириллом. Но, опять же, нет противостояния не самое агрессивное и не самое активное, потому что христиан существует много раз. И в 312 году император Константин становится патроном только одного из христианского течения. После знаменитой истории о сражении с его противником Максенцием, когда ему привезли свящий сон, и он поместил на своих знаменах знак Христа. И вот эта вот вся история про симптомы Диши, которую рассказывает Евсений Христарийский, приводит к тому, что одна группа христиан становится христианами в парк Силас, а все остальные автоматически становятся еретиками. Это является гонением, потому что религия императора – это официальная религия. И вот этот период гонения христиан оказывается самым кровавым. В этот период гонения христиан погибло больше, чем раньше, от двух язычников. Только теперь это те христиане, которые причисляются к еретикам. Геониты, Валитиняне, Мариане – их полно. Тем самым церковь, вот так же, как христианство формировало собственную еретичность и противопросто с язычниками и иудеями, теперь церковь формирует свое героическое прошлое в противопросто с язычником. Позднейшие христианские авторы, они строят такую линейную историю развития церкви от Никейского собора и далее, как такой гладкий путь ортодоксии. И появляется генеалогия ересей, и чем эти ереси отличаются от артодоксии, появляются списки главных еретиков. Все это необходимо для того, чтобы формировать эту новую христианскую аутентичность от противного. Христианский нарратив поздней античности, то есть он весь о триумфальном обращении. Сначала о триумфальном обращении к женщинам, людей в меньшем количестве, а потом о триумфальном обращении к еретику. Автор учения об единстве церкви, опять же, жил в Северной Африке, такое место силы, Гиприан Карфагенский, погибший во время одного из гонений в 258 году, писал, что раскол – это еще хуже, чем городское хричество. И раскольники, то есть еретики, служат дьяволу. Схизм – это всегда плохо, и поэтому важно, в каждом конкретном случае, какую сторону принимает городской епископ. В Карфагене, на родине Гиприана, противодействие, противостояние разорачивалось между теми, кого мы сейчас называем ортодоксами, а тогда они называли их цицилианистами по имени епископа Цицилия, и донатистами. Цицилианисты во время диапеттианного сгонений повиновались требованиями императора о передаче крестьянских епископа Цицилия и последующего сожжения. А донатисты, они в более твердой двери, они такие не сломившиеся. Их название по имени другого епископа Карфагена. И обе стороны в Карфагене существуют и обращаются с просьбой их рассудить к разным инстанциям, в том числе и к императору Константину. И в тридцатые годы, то есть вот расколы начинаются в самом начале федерации, в самом начале четвертого века. В тридцатые годы четвертого века из среды донатистов выходит агрессивный ангелот, который называется циркунсулионы. Ну, они вообще протестуют в этой цирке. И донатистов в Северной Африке вообще много. А в городе Бифония, небольшом городе акрессивных Карфагенов, где епископ в Северной Африке вообще большинство и больше, чем католиков. А в малых городах община сама решает, кому отдать церковь епископу цилионисту или епископу донатисту. Афгустин с самого начала своей церковной деятельности с 1393 года пытается консолидировать и обе общины, приведя донатистов к католической вере, потому что сам он католик. Он приглашал донатистов на публичный диспут, по результатам которого епископы донатисты должны или подчиниться католикам принятия веры, или лишиться своего поста и отправиться в изгнание. В 411 году по инициативе Акустина создан собор, совместный католических и донатистских епископов, на котором донатисты немедленно обратились в католическую церковь, они остаются и в 412 году донатисты угрожают сжечь католическую церковь с прихожанами, когда посланц-император, агент-император приходит отбирать его церковь. Его линия языка строится на самом деле истина ассоциатива, которую преследуют. То есть в данном случае ему это начистое. Христиане не могут преследовать, потому что сам Христос никого не преследует. И вот тут с аргументами в пользу насилия выступает епископа Агустин в одном из своих посланий. Он говорит, что раньше первоначально он полагал, что никого не следует сильно предупреждать фельденские места и вдруг сражаться доводом и предупреждать сразу. Однако практика показывает, что злодействие этих людей несомненно может превзойти злодействию идолопоклонников. Вы помните, что идолопоклонников надо вытащивать, не проповедовать и пытаться их образумить. А вот донатисты, они существенно хуже язычников. И с ними убеждения не работают. Только сила страха разбивается из дурных привычек. И только страх, только насилие, только боязнь насилия может служить эффективным инструментом борьбы с ними. И в качестве примера он приводит собственный небольшой город, который был обращен в католическое единство страхом законов империи. Там в момент страха присутствовали еще определенные вспышки насилия. Но преследование по любви, а в основном преследовании указывается отгустение, это принуждение, это дисциплина. Поэтому донатизм наказывать нужно обязательно. В этом послании находится чрезвычайно важная для последующей истории церкви фраза «Экспраэкнессия нурна садус» – «Вне спасения вне церкви». То есть для того, чтобы спастись, христианину нужно находиться в лоне истинной церкви, истинной его церкви. Задача этого послания – это, со мной с вами, делегитимизация донатистов, их злодейство, несомненно, превосходит злодейство его поклонников. Он приводит целый ряд примеров, принуждений для тех, кто заслуживает. То есть принуждения, которое было во благо, привело к позитивным результатам из Верхного Завета и из Нового Завета. Типологические всякие примеры. Например, он цитирует Евангелие от Луки, где есть встречи о человеке, который устраивал пир и привел туда гостя силы. Силы можно достичь спасения и силы можно привести к хорошему. Христианские цари могут быть праведными, если они правильно применяют свою власть. Вас, говорит он донатистам, слишком мало. Церковь большая и настоять вы не можете, потому что в целом это ухо Августина, который уже составляет уверенное большинство в Северной Африке. Насилие с правилами и убеждениями неверно быть не может. Насилие может собрать общину воедино после раскола. И мы видим на приведенных примерах, что на насилие формируется христианская идентичность и самое ясное противостояние, оно между одними христианами и другими христианами. И поскольку история убедительна, как известно, те христиане, которые победили, они в нашем сегодняшнем представлении и есть ортодоксики, правильные христиане, потому что они постфактумы могут оправдать любые свои именства. Большое спасибо. 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 Спасибо.